МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житель Петропавловска с ножом напал на риэлтора. Ранив мужчину в голову, он попытался вынуть нож, но не смог и вызвал скорую помощь. Причина нападения выясняется. 19-летний североказахстанец воткнул нож в голову сотрудника одного из агентств недвижимости. Это громкое дело стало известно далеко за пределами Петропавловска. Все новостные ленты Казахстана и СНГ рассказали о произошедшем. Видео с камер наблюдения посмотрели и прокомментировали уже тысячи пользователей глобальной сети. По предварительным данным следствия, преступнику грозит от трех до семи лет заключения. Пострадавший сразу не понял, что в его голове нож. Затем молодой человек попытался самостоятельно извлечь ржавое лезвие, однако сделать это ему не удалось. 22-летний мужчина с помощью кнопки вызвал службу охраны. Прибывшая в дальнейшем бригада скорой помощи доставила пострадавшего в хирургическое отделение областной больницы. Данный пациент поступил тяжелый, но это осмотр, конечно, было проведено сразу же компьютерную томографию, где выявлен перелом черепа. Лезвие не проникло до полости черепа, где головной мозг не был поврежден. Проведена сразу же первичная хирургическая обработка, раны, удаление лезвия. Сейчас состояние больного стабильное. Отмечают улучшение. Повязка сухая, аж высостоятельная. Думаю, в течение 10-12 дней курс лечения займет данного пациента. К счастью для пострадавшего, мозговую оболочку нож не повредил и не произошло обильного кровотечения в полость черепа. Молодой человек находился в сознании. Операция была сделана под местным наркозом. Кости черепа спасли мужчине жизнь. Медики же говорят, что родился он в рубашке. Особо-то и не надеялся уже тогда, наверное, что врачи, как могли, конечно, успокаивали. Что будет все нормально. Молись. Ну вот. Можно сказать, молился. Пациенту еще предстоит курс лечения. Следствие по делу продолжается. Подробности дела выясняются. Шемкенские пожарные провели необычную акцию по предупреждению пожаров и отравлению угарным газом в отопительный период. В одном из гипермаркетов покупатели встречали инспекторы противопожарной безопасности, напоминая о том, что нужно сделать, чтобы уберечься от опасности. Такую акцию сотрудники по чрезвычайным ситуациям в республике проводят впервые. Не ограничившись беседами с горожанами на улицах, они пришли к прилавкам магазинов. Теперь вместе с продуктами покупатели дома обнаружат вот такие красочные буклеты, которые напомнят их взрослым и детям о том, как обезопасить себя от трагедии. Мы подготовили около 3000 вот таких буклетов с правилами противопожарной безопасности на двух языках – русском и казахском. Такую акцию мы решили провести в местах с массовым скоплением людей, потому что в последнее время возросло количество несчастных случаев, связанных с огнем. И такое напоминание, возможно, не будет лишним и спасет чью-то жизнь. Только в этом году на территории Шемкента произошло 150 пожаров, напоминают специалисты по чрезвычайным ситуациям. В них погибло 7 человек. Десятками исчисляется число пострадавших от угарного газа. Очень часто люди звонят по старому номеру 01, говорят пожарные. Поэтому в буклетах напечатан и новый номер противопожарной службы – 101. Подобные напоминания лишними не будут, признают и сами горожане. Такую акцию впервые устраивают в магазинах. Я считаю, о противопожарной безопасности нужно напоминать постоянно. А такие буклеты помогают детям доходчиво объяснить о том, как важно соблюдать правила. Теперь дома я расскажу всем – и детям, и внукам. Такие акции сотрудники городского управления по чрезвычайным ситуациям планируют проводить до конца отопительного сезона. Уже в ближайшие дни инспекторы противопожарной службы посетят Веркан-Сити, Мерике и другие гипермаркеты Шемкента. Посмотреть на мир не в экране телевизора, а увидеть все собственными глазами молодой и смелый парень из Чувашии рискнул и воплотил мечту в реальность. Сейчас он путешествует по Средней и Центральной Азии. Чтобы стать путешественником, нужны желания и решительность. Никита Васильев понял это еще в свои 18. Тогда первый раз в своей жизни он объездил тысячи километров автостопом. Было это пять лет назад. Путешествие это познание что-то нового, каждый день все-таки новый, неповторимый. Потом без этого уже тяжело жить, когда уже ездишь, путешествуешь годами. Самый-то главный опыт, опыт, впечатления, которыми я могу поделиться в будущем уже так же, как и по моей будущей деятельности, это педагогической, в работе с детьми. Чуть позже будущий географ по специальности завел себе в попутчике двухколесного друга и съездил на нем весь Кавказ. И вот новый длительный маршрут. Теперь уже в восточном направлении. Позади полтора месяца пути и полторы тысячи километров из Чебоксар через Башкирию и Оренбуржье в наш город. Ак-Тубе встретил мокрым снегом, ветром и слякотью совсем не по-зимнему. Но к таким погодным сюрпризам Никита готов. Самое главное, конечно, взять дорогу, это голову, руки, ноги. Без этого никуда, потому что без головы все-таки. Остальное-то минимум, конечно, от условий погоды, от сезона. Теплые вещи обязательно зимой, осенью. Теплые вещи, спальный мешок, палатка, но кто-то ездит без них, просто просится на ночлег в любой деревне, в любом доме. Но я так не могу все-таки без палатки путешествовать. Палатка – это мой дом, но я там чувствую себя комфортно, могу выспаться, как медведь, так в берлоге. Поэтому для меня без нее я никуда не отправляюсь. Самое главное – это голову взять в путешествие. Остальное все найдется. Впереди юг, Шемкент, Казаларда, Алматы. Будет теплее. Конечный пункт – Дальний Восток. Как будет пролегать туда маршрут, Никита не определяет заранее. Впрочем, во всем остальном его расчеты также минимальны. Аптечка для себя и для велосипеда, мобильная связь с выходом в интернет, котелок и гречка, сменная одежда. Всем остальным помогают добрые люди. Как ты относишься к людям, так и люди относятся к тебе. Как Казахстан встретил? Ну вот, первый уже населенный пункт, буквально был в Курайли, это первый мой населенный пункт. Уже, говорю, подарили сувениры, и тюбетейку, и маленький флажок такой, казахский набор. Откармливаю меня, два дня откармливали, я столько уже давно не ел, не питался. Конечно, очень гостеприимно, очень радует, уже обрел, можно сказать, семью в Курайли такую маленькую. Вот. Но все впереди, еще Южный Казахстан, Средний Казахстан, много, много еще, весь Казахстан впереди, поэтому. Но первое впечатление очень положительное, очень классное. Двигается наш герой со скоростью 20 км в час в светлое время суток. Но если ветер попутный, добраться до населенного пункта можно и быстрее. А так спешить некуда, впереди еще год. На знакомство с культурой и бытом народов Средней Азии, Казахстана и Дальнего Востока. И новая мечта – кругосветка. Главное, чтобы здоровье не подвело, хотя куда уж ему не крепнуть с такой любовью к велопробегам в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова